Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Очередные кандидаты в выборах 2018 года Национального собрания Республики Западная Армения. Президент Западной Армении Арменак Абрамян выразил соболезнование России. НАТО за мирное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта. Эрдоган увеличивает число тюрем. Ситуация в Сирии. Трамп ввод войск на Ближний Восток – самая страшная ошибка в истории США. Концерт в Римском оперном театре, посвященный 2800-летию Еревана и 115-летию Арама Хачатуряна. Вазген Шамкочан родился в 1957 году в Ираке. Является гражданином Республики Западной Армении и желает распространять права и обязанности своего народа в правильном русле. Майсроп Напетян родился в 1946 году в Ереване. До переезда в США занимался экономической деятельностью. Начиная с 1990 года занимается предпринимательством – корнями Западной Армении. Выдвижение кандидатов в Национальное собрание Республики Западной Армении этого года началось 1 февраля 2018 года. И состоялась церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен представить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. Национальное собрание Республики Западной Армении, парламент состоит из граждан Республики Западной Армении. Наличие паспорта гражданина является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно представить как минимум 200 подписей граждан Западной Армянской Республики. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала «Западной Армении». Президент Западной Армении Арменак Абрамян выразил свои соболезнования России в связи с произошедшей 19 сентября авиакатастрофой российского Ил-20. «Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования от имени армянского народа в связи с гибелью российских военных в водах Средиземного моря», – заявил господин Абрамян. НАТО подчеркивает важность мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, – сказала в четверг журналистам в Баку заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетте-Мюллер. «Мы выступаем за мирное решение всех конфликтов и поддерживаем усилия сопредседателя Минской группы ОБСЕ, Азербайджана и Армении в поиске мирных путей урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта», – отметила Роуз Гетте-Мюллер. На фоне репрессий со стороны правительства турецкого президента Раджепа Таипа Эрдогана после неудавшегося госпереворота в 2016 году в Турции арестованы десятки тысяч человек, среди которых чиновники, учителя, юристы и студенты. В стране 384 тюрьмы, и они уже переполнены. По данным на март Министерства юстиции, в них содержится 224 974 заключенных. Это на 7% больше формальной вместимости мест заключения, пишет газета.ру со ссылкой на американский телеканал NBC News. По официальным данным, по меньшей мере 169 тысяч работающих на государственной службе, военных и других лиц отстранили или уволили с государственных должностей в ходе репрессий, отмечает издание. В настоящее время Турция занимает третье место в Европе по количеству заключенных на душу населения, уступая лишь России и Белоруссии. Самый высокий показатель в мире у США, добавляет NBC. Для решения этой проблемы турецкие власти планируют дополнительно построить 228 тюрем в течение пяти лет. Об этом было объявлено в декабре, сообщает американский телеканал. Представитель оппозиционной партии Борис и Аркадаш рассказал телеканалу, что в тюремных блоках, рассчитанных на 20 человек, может содержаться до 45 человек. Помимо этого, спустя более двух лет после попытки переворота подобные посадки продолжаются, говорится в статье. Так, по данным информационного агентства Анадулу, в сентябре были задержаны 12 человек. В 2016 году турецкие власти обвинили влиятельного 77-летнего исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, бывшего союзника Эрдогана, в попытке госпереворота. В настоящее время он вынужден скрываться и проживает в США, штате Пенсильвания. Несмотря на позицию Турции, Белый дом не планирует экстрадировать Гюлена, напоминает NBC. На территории бывшего курдского кантона Африн продолжаются междоусобные стычки группировок из состава Свободной сирийской армии. Напомним, территория кантона Африн в настоящее время находится под контролем протурецких группировок и военнослужащих ВС Турции. Курдские отряды народной самообороны были выбиты из этого района в марте этого года в ходе операции «Оливковая ветвь», которая стала реакцией Анкары на провокационное намерение Соединенных Штатов создать на базе APG, так называемые силы безопасности границы. Демократические силы Сирии при поддержке международной коалиции США продолжают проведение операции «Буря Джазиры» на юго-востоке провинции ДРС Зор. Отрядам СДФ удалось занять ряд высот и продвинуться к юго-востоку от деревни Багус-Фукани. Напомним, в минувший понедельник в Сочи по итогам встречи президентов России и Турции были достигнуты договоренности, которые предусматривают создание демилитаризованной зоны шириной 15-20 км вдоль линии соприкосновения сторон вокруг так называемого «Большого Идлиба». Однако, как стало известно позднее, террористические группировки Джебхат Ан-Нусра-1, Чейш Аль-Иза, Хурас Аддин и Исламская партия Туркестана отказались выполнять российско-турецкие договоренности по Идлибу. Группировки не хотят сдавать оружие и уходить с линии фронта, угрожая отбиваться как от сирийских войск, так и от тех, кто хочет прийти и разоружить и положить конец сирийской революции. Как передает информационный портал Анна Ньюс, лидер исламского государства Абу-Бакр Аль-Багади умер от онкологического заболевания, диагностированного у него несколько месяцев назад. Об этом сообщил ряд ближневосточных СМИ со ссылкой на источники в органах безопасности исламского государства. Если эти данные верны, Багдади умер от рака легких и последние месяцы перед смертью был парализован. Президент США Дональд Трамп заявил, что введение американских войск на Ближний Восток под руководством Джорджа Буша стало худшей ошибкой, которую совершали власти Соединенных Штатов. Об этом он заявил в интервью Hill.tv. «Самая худшая ошибка, сделанная в истории нашей страны, это военное присутствие на Ближнем Востоке, инициированное президентом Бушем», — сказал Трамп. При этом, по его словам, предыдущий президент США Барак Обама также ошибся, когда принял решение вывести войска с Ближнего Востока. Однако Трамп подчеркнул, что появиться там было самой большой ошибкой. Американский лидер объяснил свое мнение тем, что данное решение стоило США 7 триллионов долларов и миллионы жизней. Армянский государственный симфонический оркестр сообщает, что армянская музыка в Римском оперном театре была сопровождена нескончаемыми бурными овациями. Произведения Арама Хачатуряна, Комитаса, Эдгарова Несяна были озвучены под руководством художественного руководителя и главного дирижера Армянского государственного симфонического оркестра Сергея Самбатяна. Вечер, посвященный 115-летию Арама Хачатуряна и 2800 году со дня основания Еревана. Перед концертом зрителю свою речь представил посол Армении в Италии Виктория Багдасарян. Она придала большое значение армяно-итальянским отношениям, их устойчивому развитию и культурным связям. Скрипач Айк Казазазян исполнил на концерте первую часть Хачатуряна, в то время как Камо Сайранян на дудуке исполнил Сары Риговин Мерне и танец Вагашапата. Айк Казазазян и Камо Сайранян подготовили сюрприз для зрителей. Музыканты исполнили дуэтом круг Комитаса, который произвел огромное впечатление на присутствующих, свидетельством которых были непрекращающиеся аплодисменты. Переполненный зал римской оперы, пораженный армянской музыкой, не уходил, приглашая вновь и вновь дирижера Сергея Самбатяна на сцену с просьбой о представлении новых произведений. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию народный танец по пури в исполнении танцевального ансамбля «Ныждэ». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!